Друзья, всем привет, всем доброго дня! Я уже нахожусь в глобусе, приехала за кружкой. Такую кружку сделали, вот она она, видите, с двух сторон. Вот здесь норка, и здесь вот она она. Ну, хорошая кружечка такая, так не разбить бы. В общем, мне все понравилось, кружка хорошая, яркая, фотографии такие на ней четкие. Вот, и зашла в глобус, быстренько пробегусь, сейчас, может быть, что-нибудь себе вкусненькое на вечер возьму. Вот, ну и с вами опять пробегусь по глобусу. Так, вот хочу, как зовут, компот из черной смородины, 129 рублей. Компот. И остановилась возле блинчиков. На блинчике есть с капустой и яйцом. Ну, вкусно. И есть с мясом. Не, ну все-таки с капустой и с яйцом я, наверное, больше хочу. Да, возьму с капустой и с яйцом лучше. Легкие, без мяса обойдемся. Запеканка, сырники. Ну, это я все сама могу приготовить, просто лень. Что еще тут? Вот язык можно взять, кстати. 280 рублей. Все такие упаковки большие. 221. Вот, вот здесь не очень жирный. Вот этот 234. Ага, возьму язык. Язык с хренком я люблю. Салат Цезарь. 89,90. Ух ты, ничего себе. Скидка. 89,90. Возьму, наверное, еще запеканку все-таки. Дома готовить неохота. Девушка, а можно запеканку? Давайте небольшой, да, кусочек. Либо вот серединку. Вот этот. Вот этот серединочку. Ага, давайте. Да. Девчонки, какие работают здесь. Красавицы. Ага. Ага, спасибо. Не, все, спасибо. Так, на 188 рублей тоже. В общем, короче, как в глобус зайдешь, разоришься здесь. Вроде ничего не хочешь, а столько всего. Вот, я говорю, в эти большие гипермаркеты заходишь, и кажется, что тебе все надо. Хотя я хотела что-то на работу еще купить. И сюда пришла, и растерялась, и забыла даже, что мне здесь нужно. Господи, это какой-то кошмар. Девчонки, у вас тоже так? Вы приходите в магазин, и все. И уже забываете. Если список не напишешь, то с половины забудешь, да, и наберешь чего-нибудь ненужного. Но мы с вами об этом уже как-то говорили. Сейчас буду вспоминать, что мне нужно на работу. Вспомнила. Я собралась завтра делать макароны по-флотски. Вот. И мне нужно мясо, говядину купить. Сейчас немножко говядины куплю, либо фарш уже готовый куплю, и макароны по-флотски завтра сделаю на работе. Филе малосоленое лосося 296. Рыбку красную, кстати, я так давно не ела. Может быть, взять два кусочка. Такая-то лосось 319. Ломтики слабосоленые. Форель. И лосось. Жареная рыбка. А жареные тоже много. Жареная, кстати, тоже салака вот жареная. Ой, блин, может салаку взять? Ну, я опять голодная. Че я? Я уже и так вон сколько набрала. Блин, может салаку? А, и корюшка есть. Можно и корюшку взять. Или салаку. Интересно, салака вкусная, балтийская. Выглядит неплохо. Ну вот еще и хватит. Это ее сегодня готовили? Конечно, у нас сырочной рыбки не бывает. Не бывает? Все, что остается, у нас идет списание. А, хорошо. В течение дня она жарится, жарится. По мере зак... Ну, мы сообщаем, что у нас рыбка заканчивается. И нам поджарим. А, хорошо, спасибо. А к рыбке надо пивка. Шучу, конечно. Я вообще не очень люблю пиво. Вот. Редко его выпиваю. Но... Тем более одной, если б с кем-то еще можно было. А так одной неохота. Тушка хека 269. Креветки королевские 459. Тоже скидка. Так, судак. Судак 529. А ментай 379. Так, тилапия 439. Кальмары 429. Уже часа как-то, тара, не работает Билайн. Интернет не работает вообще. Но чуть-чуть что-то загрузился один раз. Что-то смски сразу пришли. И опять отключился. То есть, Билайн... У Билайна какие-то проблемы. Я звонила. Они там... Ну, автоответчик отвечает, что да, какие-то проблемы с Билайном. Вот. А с оператором, если поговорить, то надо было ждать 25 минут. Так что... В общем, напишите, у кого сегодня с Билайном тоже были проблемы. Так, взяла фарш из постной говядины. 650 рублей килограмм. Ага. На 665 рублей у меня получилось. Так, но я здесь долго задерживаться не хочу. Поэтому по-быстрому сейчас прям пробегусь. В общем, мне больше ничего и не надо. Попить взяла. Это все вкусненькое взяла себе. Больше мне ничего такого не надо домой. Люблю вот эти фрукты в желе. Вкусные. Ой, это какие-то вообще жидкое, что это все растеклось. Вот должно какое быть. Вот это хорошее. Десерт. Но я сейчас не буду уже это брать. Так. Йогурты есть. Все есть. Людей полно в магазине. Йогурт. Йогурт. Нет. Кто в прошлый раз спрашивал меня по поводу обувь, где я показывала. Я вот в этом магазине Глобус показывала обувь. Здесь есть вот, видите, детская одежда. Для взрослых есть одежда. И неплохая причем. И также есть отдела с обувью небольшой. Но всегда тут обувь такая очень хорошая. Мне нравится. Вот этот отдел с обувью здесь. Ух ты, сандалики появились. Это женские такого размера. 41-й, что ли? 41-й. Ничего себе. Огромные такие. Розовенькие. Розовенькие, красивые тоже. Смотрите, какие. Очень даже симпатичные. Вот эти очень удобные сандалии мне нравятся. И модель нравится. И модель нравится. Сейчас модно. Сколько стоит? 3-й. 3-й. 999-й. Это вельветовые. 3-й. 3-й. 2-й. 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 3-й. 3-й. Съела и фантик сюда положила. 3-й. 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 4-й. 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 599-й. 4-й. Шлюпки вот такие. Дома ходить можно. А, вот смотрите. Такие вот на каждый день бегать кроссовки очень легкие. Вот, кстати, они очень удобные. Легко надевать. Не вижу, сколько стоит, наверное, с той стороны. Там ценник с той стороны. Такие беленькие тоже есть. Яркие. Вот такие зеленые. Тоже красивые. Есть вот такого цвета. А, ну где-то они вот 1399 они стоят. Ну классные, кстати. И вот я вам показывала здесь. Мне вот эти кроссовки приглянулись. 2999 белые. 39-й есть. 38-го нет. Можешь померить. Посмотреть, как они будут на ноге сидеть. Давайте примерим. Да, примерила. Вот они они. Кстати, классно смотрятся. Очень даже классно. И легкие. Так, это 39-й. У меня они как раз. Кстати, на них скидка. Они стоили 4 тысячи. Сейчас они стоят 3 тысячи. Но они очень легкие. Прикольные. Мне нравятся. Может быть, мне и взять. Как вы думаете. Ну вот эти тоже очень хорошие кроссовки. Но у меня наподобие такие вот эти белые. Тоже с сеточкой. И эти. Просто мне нравится то, что здесь высокая подошва. Эти тоже яркие бы красиво смотрелись. Но они прям синтетика-синтетика полностью. Вот эти хорошие. Кроссовки тоже. Но громоздкие. Тоже такие не хочу. Ну, эти думаю. Не знаю. Что-то хожу возле них. Думаю, думаю. Не знаю. Так, это вот тоже 5 карманов. Я смотрю. Вот это такое, как курточка-пиджачок. Вы не представляете, какая мягкая ткань джинса. Вообще джинса просто наимягчайшая. 8 тысяч. Рубашка. Как пиджачок такой. Очень мягкая. Прям вообще обалденная. Классная. Очень-очень. Мягкая-мягкая джинса. И джинсы здесь тоже ничего. Такие, кстати. Есть вот такие прям голубенькие. Летние очень тоже такие прикольные. Сколько эти джинсы стоят? 5 999. Такая вот удлиненная прям совсем. Как пальто почти. Такая футболочка. Есть вот такая, смотрите, рубашка. Тоже, кстати, очень красиво будет смотреться под джинсы. Вот эта рубашка. И размеры есть большие. Сколько она стоит? Так, что-то я не вижу. А, вот ценник здесь. А, 5 тысяч. 5 тысяч стоит рубашка. Такие брюки летние. Слушайте, ну здесь неплохой товар. Я вам скажу. 5 карманов. Смотрите, рубашка. Со стрекозой. Книзу она немножечко такая сзади длиннее, спереди короче. Немножко такая, как расклешенная. Тоже вообще будет смотреться бомба. Тут уже мужская одежда пошла тоже. Слушайте, ну классно. А это что, тоже рубашка? Белая просто. В общем, здесь одежда. Укороченные такие спортивные брючки. И толстовка к ним тоже такая. Цвет хороший. Так, ну Саша мне сейчас сказал, что это по всей Москве сегодня был сбой. И, по-моему, не только в Билайне, а еще и в каких-то других тоже сетях. Напишите, у кого был сбой сегодня. У кого не работал интернет. Ну, центр весь не работал. Мне кажется, это сделали... Ну, что-то было, скорее всего. Не просто так, в общем, это. Кстати, я в прошлый раз взяла вот эти вот бесшовные трусики. Очень даже неплохие. Плохие. Хотелось бы бежевые, конечно, но... Бежевых нет. Я взяла вот такие вот, беленькие. Так, ну все, я на выход. На кассу, вернее. Сначала на кассу, а потом на выход. Бальзам-ополаскиватель. Так, 299. Арбуз. Разные есть. Алоэ. Краска. Кто спрашивает корни, чем я крашу? Вот, 6,25 шоколад. Крашу корни. Обычно. Но сейчас начала еще и другими подкрашивать. Карамель. Вот тоже очень красивый цвет. Мне понравился. 6,34 карамель. Тоже хороший. Так, в общем, что я купила. Язык. Блинчики с капустой. Немножко рыбки. На 65 рублей. Запеканку. Морсик. Компот, вернее, из черной смородины. А здесь фарш. Килограмм. Все. В глобусе очень вкусные ромбабы. Они мокренькие, мокренькие. 66 рублей. В прошлый раз я покупала. Сейчас не буду. Потому что уже я сама как ромбаба. Поэтому не буду покупать. А так, конечно, здесь ромбабы вообще обалденные. Вообще, выпечка вкусная. Пирожное. Все вкусно. Своя кулинария у них. Они делают тут сосиски, сардельки, колбаски. Как-то пользуются спросом. Я знаю вот такие вот. Мясной хлеб. Мясной хлеб пицца. Мясной хлеб баварский. И мясной хлеб тоже баварский. Вот его прям разбирают всегда. Очень-очень. Видно, люди на бутерброды себе берут. Расскажи, как у тебя дела? Как у тебя дела? Расскажи. Вот так у тебя дела, да? Хорошо у тебя дела, да? Хорошо у тебя дела? Ух ты мой, кабанчик маленький. Кабанчик. Да. Скажи, мама хочет мне покрасить вот здесь вот. Хвостик хочет покрасить. И вот здесь ушки покрасить. Но еще не решила, в какой цвет. Так, ну что ты смотришь? Новинки наши? Да, наши новинки смотришь. Ну давай посмотрим, что тут у нас. Так, друзья, я получила на Валберес. Смотрите, что себе заказала. Это у меня... Поближе сделаю. Сетевой зарядное устройство на 65 Вт. Это такое мощное-мощное. Так как мне постоянно разряжается часто телефоны. И что быстро заряжалось. И можно зарядить сразу, например, поставить и телефон заряжаться, и ноутбук заряжаться. И здесь 65 Вт. Это очень сильная зарядка, очень мощная. Так что прям вот супер-пупер. Теперь у меня все будет заряжаться гораздо быстрее. Так. Тут USB вход. Мощность 65. Материал корпуса ABS пластик. Ну, в общем, классная штука. Зарядное устройство. Вот так оно выглядит. Вот оно. Тут еще написано. Мощный заряд и отсутствие перегрева. В общем, хорошая штука. Мне очень нужна. Может быть, тоже кто-то пользуется. У кого много нужно зарядить, например, сразу и компьютер, и телефон. Одновременно, пожалуйста, вот такая вот классная зарядка. Так, и еще я купила кабель USB. Тоже очень классный. Можно в машину, можно дома. Я купила, буду использовать его в машину. Сейчас тоже разверну. Тут тоже 60 Вт мощности. Он тоже мощный. Тоже идет, вот, тут указано, вот смотрите. 3А, быстрая зарядка. Чем он классный? У него вот нейлоновый провод, вот этот. Вот видите, провод, который не будет перегибаться. Вот в этих местах особенно классный. И еще вот эта вот сама головка, вот она, набитьте, она подвижная полностью на 180 градусов. Вот она, она. Эта головка подвижная. То есть это тоже очень удобно. Вот написано назначение. Передача заряда, передача данных и заряда аккумулятора вашего устройства. Быстрый заряд айфона от зарядного устройства. Вот, так что я буду применять в машине вот этот вот кабель. Тоже классный. То, что очень удобно. Вот эта вот штучка вертится. И это вообще, кстати, она, знаете, как называется? Называется поворотный коннектор. Поворотный коннектор. Вот, очень удобно, что двигается. Тоже это иногда очень нужно. Так что раз, раз. Вот, и тоже быстрая зарядка. Так что ссылочки все оставлю под видео на этот товар. Вчера опять наварила варенье. Ну, где-то купила килограмм клубники. Ну, наверное, грамм 200 или 300 я съела. И с остального сварила варенье. Так как две банки варенья, которые я сварила, я хочу отвезти папе. Вот, и немного себе наварила. Ну, еще вот тоже сегодня доварю чуть-чуть. Еще в баночку еще не разливала по баночкам. Ну, пару маленьких баночек возьму. Разолью в две маленькие баночки. И уберу в холодильник. Я всегда, ну, закрываю крышкой. Банки стерилизую. Ну, убираю в холодильник. И храню как бы в холодильнике все это. Так, здесь все уже выложила. Блинчики уже половина съела. Я заварила вот этот чай, который я недавно покупала. Называется чай персидское. Персидские сказки. Оригинальная композиция зеленого китайского чая улун, ягод, клюквы и цветков жасмина. В обрамлении нежных лепестков василька, розы с ароматом вишни и карамели. Очень вкусный чай. Я вчера заварила и прям наслаждалась. Девчонки, очень вкусный. Так что попробуйте, у кого есть действительно нежный вкус. Посмотрите, какие ягоды плавают. Цветочки. Очень классный чай. Очень. Листья, посмотрите, зеленого чая, какие крупные. Тоже прям обалденно. Так что у меня здесь вот льняное семя. Принимаю. Чия тоже принимаю. Ну, тут приняла чия и, конечно, работает, чистит кишечник просто идеально. Его надо очень осторожно принимать. Вот. Так что буду сейчас кушать. И пить чай. Вот моя вареница здесь еще доварю. Сегодня пеночка. Раньше так любила пенку эту съесть. Мама варила варенье всегда. А мы подбегали всегда и снимали пеночку и съедали сразу. Кто так делать? Делал еще? Пишите в комментариях. Все, наверное, так делали, да? У меня здесь прыщ скачал. Посмотрим, что на улице у нас. Опять, не пишите мне, что я смотрю туда. Я смотрю туда, потому что я смотрю в телефон. Ровно в телефон. Ровно. Если я буду смотреть вот в камеру, вот сюда, в дырочку, в самый край, то вот тогда я буду, наверное, смотреть в середину. Но это невозможно, смотреть в край камеры. Понимаете? Невозможно. Поэтому я смотрю в середину телефона, а вам кажется, что я смотрю куда-то не туда. Девочки, я на вас смотрю. Мальчики тоже. А за окошком у нас красота. Красиво. И погода стоит шикарная. У нас очень тепло в Москве. Сухо, дождей нету. Погода прям чудесная. Единственное, мне не нравится. Вид, конечно, потрясающий, красивый. Много зелени у меня. Не то, что мне не нравится, а когда нет дождей. Вот вниз, смотрите, видите? Всегда вот эти газончики были зеленые. Но когда нет дождей, здесь же солнечная сторона. У меня юг. И солнце палящее целый день сюда. И выжигает всю травку. Всю травку выжигает. И травки, видите, практически не осталось. Нужны дожди. Пройдут дожди, травка выйдет, конечно же. А здесь коттедж. Они поставили, купили лежаки здесь. И вот так вот лежат здесь, и весь дом на них смотрит, как люди отдыхают. Ну, тоже, да, конечно, не ахти. Но когда они строили здесь коттедж, этих домов еще не было. Поэтому сейчас уже куда деваться. У них в том году не было лежаков. В этом году уже лежачки появились. А там дальше у людей тоже огородики. И вот она была, Шиха. Красивая наша. Ну все, друзья, я буду отдыхать. Потому что я уже пришла только полседьмого домой. Вышла в 6 утра, пришла полседьмого домой. Так что буду сейчас отдыхать. Видео такое маленькое сняла, чтобы вы меня не теряли. Я здесь работаю. Кстати говоря, не снимала несколько дней видео. Почему? Потому что были магнитные бури. И я себя чувствовала вообще очень. Неплохо. Плохо нельзя сказать. Но я была вся разбитая. Это раз. Два дня у меня болела голова. Но она не сильно болела, а так как-то в легкую. Я была вся разбитая. И тело было как будто не мое. В один день пришла, завалилась спать сразу после работы. И я думала, что это только у меня. Оказывается, это даже и у молодежи было то же самое. Многие тоже жаловались, что плохо себя чувствовали, что магнитные бури. Напишите в комментариях, кто как вот эти магнитные бури, которые 17-го числа начались. И сказали, что они будут до 22-го числа, как будут все эти магнитные бури. Но вот я два дня себя... Я вот 17-го себя нормально чувствовала. А вот я когда плохо? В понедельник и вторник. В понедельник и вторник, да, я была вообще вся разбитая. Вся разбитая. Просто караул. Напишите, кто еще плохо себя чувствовал в эти дни. И вообще метеозависимы вы или нет? Я вот, например, метеозависима. Я чувствую магнитные бури. У меня может болеть голова, либо быть такое поникшее настроение. Как-то вот так вот я переношу эти магнитные бури обычно. Пишите, как у вас. Ну все, друзья, на этом заканчиваю. Всех люблю, всех целую. Всем хорошего вечера, хорошего настроения, позитивного лета. Кто поедет скоро отдыхать, те счастливчики. Ну а я все лето буду пока работать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok